Всем привет! На связи репетиторская империя. Наверняка многим из вас знакома такая ситуация. В школе задали сделать доклад и презентовать его перед одноклассниками. Но вот незадача. Вы сидите на уроке, отсчитываете время, волнуетесь и стараетесь делать так, чтобы учитель вас не спросил. Все это связано со страхом публичных выступлений. Как его исправить? Смотри в новом ролике. Погнали! Для начала разберемся, откуда возникает страх публичных выступлений. Во-первых, люди боятся осуждения. Никто не хочет, чтобы над ними смеялись. Во-вторых, не всем нравится излишнее внимание аудитории. И, наконец, в-третьих, публичное выступление – это большая ответственность, которую взять на себя могут далеко не все. Но, к счастью, со своими страхами и предрассудками бороться можно и даже нужно. И сейчас я расскажу, как это сделать. Первая и самая важная рекомендация – говорите только то, что понимаете. Когда вы разбираетесь в теме, вы автоматически становитесь увереннее в себе на 100 и даже 1000%. Второй совет – взаимодействуйте с аудиторией. Обращайте внимание на конкретного человека. Задавайте вопросы. Так вы зацепите внимание публике и дальше все пойдет как по маслу. Третий совет – визуализируйте свое выступление. Не нужно создавать громоздких планов и текстов. Так вы только больше запутаетесь. Лучше представьте выступление в виде графиков и ярких картинок. Они точно помогут вам вспомнить нужную информацию. Четвертый совет – разогрейтесь перед выступлением. Выполните одно странное, но очень интересное упражнение. Пропойте, а точнее промычите с закрытым ртом свою любимую песню. Голосовые связки еще скажут вам спасибо. Пятая, финальная рекомендация – выполните упражнение супергерой. Резко вдохните воздух в нос, напрягите конечности вплоть до кончиков пальцев, а потом мгновенно выдохните. Теперь вы супергерой, а точнее суперспикер. Чтобы получить больше лайфхаков и интересных советов, подписывайся на профиль репетиторской империи. До встречи!